Здравствуйте, северодвинцы! Поясню, почему наша передача так называется «Точки над ЙО». Да Потому что именно буквы ЙО нет на большинстве современных компьютерных клавиатур, а значит, по ним не настукивает новости, в которых буквы ЙО нет. Ну а мы попробуем настучать информацию, которую больше никто не дает, поскольку буквы ЙО в них нет. Не знаю, получится ли, но судить, как всегда, вам. Итак, буква ЙО. Существует историческое предание, что буква ЙО была введена в позапрошлом веке с легкой руки директора только что рожденной Петербургской академии наук княгини Екатерины Дашковой. С тех пор с дамской буквой постоянно боролись, но как-то не нравилась она филологам. И существует также легенда, что на популяризацию буквы ЙО оказал влияние сам великий вождь народов, товарищ Сталин. Як бы в 1942 году Сталину на подпись принесли приказ, в котором фамилии нескольких генералов были напечатаны с буквой Е о нее. Сталин пришел в ярость, воскликнул «ЙО-МОЙО». И на следующий день во всех статьях газеты «Правда» вдруг буква ЙО появилась. И с тех пор без нее никакой жизни. Стоит вспомнить, что именно эта буква входит в слова «МОЁ», «ТВОЁ» и «НИЧЬЁ». А вот слова «Наши» или «Общие» эта неказистая буковка не входит. Так вот, поговорим о нашем, об общем. На этой неделе дворы нашего общего Севродвинска охватил реальный транспортно-пешеходный коллапс. Февральская погодка подкирпичила. По дворам всю неделю было трудно двигаться из-за снега. Дворники уставали махать лопатами и порой бросали их на произвол судьбы. А трактора спецавтохозяйства не могли почистить дворы из-за, сами знаете, огромного, неуемного числа машин. Ну, винят, как всегда, наше все, то бишь мэрию. Мол, не чистят. За что зарплаты получают? Так вот, чиновники Северо-Западной перефектуры Москвы в эти дни приходили на работу на полчаса раньше. И брались за лопаты, дабы расчистить народу путь к светлому будущему. То есть своим кабинетам. В нашем городе любят все московское, особенно федеральные дотации. А что если нашим чиновникам и тут последовать московскому примеру? А еще депутатам, ведь у них укажут, что не говорит свой электоральный двор. Подали бы пример избирателям, взялись бы за лопаты, что ли? Еще есть интересная информация, которую сообщили наши зрители. Жители некоторых дворов сбрасываются трактористу в спецавтохозяйство, чтобы он поаккуратнее чистил территорию, разгребал снег с автостоянок, не трогал бы ковшом и щеткой дорогущие автомобили. Думается, это совершенно нормально, ведь тракторист делать ту работу, которую делать совершенно не обязан. Так что искреннее спасибо нашему спецавтохозяйству, которому в эти снежные дни приходится очень нелегко. И снова о снеге, зиме и льдах, конкретно о льдах Белого моря. Впервые в истории отремонтированная в холодном северодвинске подводная лодка теплолюбивой Индии Синдуракшак прошла по нашим льдам, естественно, в сопровождении ледоколов. Смотрелось это, прямо скажем, экзотически. Эти уникальные кадры, предоставленные пресс-службой «Звездочки», зрители нашего канала видят впервые. Утром 29 января Синдуракшак начал переход к месту постоянного базирования. Для индийских подводных лодок, прошедших на «Звездочке» ремонт и модернизацию, это первый переход, выполняющийся в ледовых условиях. Несмотря на сложную ледовую обстановку в Белом море, а местами толщина льда достигала 1 метра, корабль успешно преодолел 180 миль до незамерзающих вод Баренцева моря. Необходимо отметить высокий уровень профессионализма экипажей ледоколов «Диксон» и «Капитан Чедаев», в сжатые сроки осуществивших ледовую проводку индийской субмарины. Утром 31 января ледоколы «Росморпорта» завершили сопровождение подлодки, и дальнейший путь в тысячи миль Синдуракшак преодолеет самостоятельно. Кораблю предстоит обогнуть Европу, пройти через Средиземное море и Суэцкий канал, выйти в Индийский океан и в начале апреля прибыть к месту постоянного базирования. Ну и стоит добавить, что кроме нашего канала, впервые в истории Северодвинска, этот сюжет пресс-службы «Верфи» прошел по трем российским центральным телеканалам, по индийскому, пакистанскому, китайскому телевидению, а также по каналам BBC и Russia Today. Вот такой вот медиа-успех города Корабелов, даже рекорд я бы сказал. И опять о льдах. Как только министр МЧС четырехзвездный генерал Сергей Шойгу сменил на посту министра обороны маршала Табуреткина, ой, простите, так наши военные часто называли бывшего гражданского военного министра Анатолия Сердюкова, сразу началась борьба с чрезвычайными ситуациями в военном ведомстве. Заведена куча уголовных дел, некоторые из них аукаются и в Северодвинске, но об этом позже. Бывший чрезвычайный министр снова поставил вопрос о скандальной закупке Сердюковым двух французских вертолетоносцев Мистраль. Скандальной как минимум потому, что тогда раздавались в интернете голоса аж из самого Северодвинска. Например, наш Севмаш, естественно, напрягшись по отзывам специалистов, вполне такое счастье мог построить и сам. Зачем французам-то платить? Кто там нагрел руки на этой сомнительной сделке, разберется, конечно, следствие. А пока выясняется, что эти самые французские мистрали не выдерживают температур ниже минус 7 градусов. То есть в наших основных холодных морях, которыми, собственно, окружена Россия, они плавать технически не могут. Даже в русской зоне Тихого океана, где тоже холодно. Большую часть года. Ну и нафига не нужны эти самые мистрали? Тоже, ё-моё, вопрос вопросов. Зачем вбухивать столько денег в мертвый проект? Лучше бы Северодвинску отдали в конце концов. Мы бы Министерству обороны такое залудили. Ух, проразломная курила бы нервно в сторонке. Ну а теперь о политике или о том, что от неё осталось в Архангельской области. По данным независимой газеты, архангельский губернатор в январе 2013 года находился на 65-м месте по рейтингу влиятельности среди глав российских регионов. Ну не первое место, но и не последнее, что безмерно радует. Так вот, одно интернет-СМИ Архангельска последние недели круто наезжает на губернатора Игоря Орлова, кстати, бывшего Северодвинца. Мол, он признался якобы в прямом эфире, что от него, опять же, одно из интернет-СМИ потребовало около 60 тысяч рублей за то, что его, так сказать, не будут трогать своими критическими публикациями. Ну и каждый день гегемоны пиаровского труда мочат губернатора почём зря. Причём иногда просто так, без всякого повода. Вывод один. А может им тоже денежек хочется? По этому поводу хорошо сказал Игорь Губерман. Гегемон оказался растленен, вороват и блудливо разумен. Если ужин бы дедушка Ленин, то немедленно снова бы умер. Ну и в заключение, злободневный анекдот, рождённый где-то в недрах нашего общего с вами Северодвинска. Как известно, у нас началось глобальное расширение дорог, привлекаются московские, то есть федеральные средства на моногород. Ну, в этой проблеме нашему городу опять-таки поможет только Москва. К нашему городу внимательно присматривается новый мэр столицы, господин Собянин. Итак, для налаживания дорог в Северодвинске, в мэрии столицы, утверждён проект строительства пятого, шестого и седьмого транспортного кольца. По мнению мэра Москвы, сейчас только столичные кольца помогут решить наболевшие вопросы по дорогам Северодвинска. Споры о состоянии наших трах закончатся, когда ягры войдут в радиус седьмого кольца Москвы, центральная часть города войдёт в радиус шестого кольца, а так называемые кварталы окажутся в радиусе пятого транспортного кольца Москвы. Правда, есть опасность, что ко времени окольцовки Северодвинска сама Москва может стать пригородом Пекина. Ну что ж, цзай дзюнь, что по-китайски, между прочим, означает до свидания. И у них без букв ЙО никуда. Надеюсь, мы вам не очень надоели. Удачи всем и главное здоровья, причём без всяких точек над ЙО. Субтитры подогнал «Симон»!